Привет дорогие друзья, с вами Воблер и это у нас игра Ravenfield. Мы продолжаем рассматривать обновления, которые появляются на тестовой карте, где разработчик всегда что-то добавляет интересное. Да, ребята, такая вот заставка, как где вместо человека проходит какой-то шар с ногами, как будто это яйцо, яйцо с ногами. Мы сейчас выберем новую карту, рассмотрим аэродром, который здесь появился, даже, скажем, улучшился с последнего раза, где мы играли. Так, быстренько появляемся, я уже выбрал оружие, с которым сегодня буду бегать здесь и сейчас начнем. Также, ребята, обязательно подписывайтесь на этот канал, если вы еще не подписаны, а также ставьте лайк, если вы еще не поставили. А мы быстренько с нашим спецназом бежим на лодке и будем надеяться, что... Ребята, возьмите меня! Эээ! Эээ! Вы меня бросили! Я утонул? Я умер? Почему я умер? Я же стоял на лодке, ну нормально все было, почему-то на лодку не хотела садиться. Что с тобой не так? Подождите, вот шар я вижу, а ног вроде бы нету. У нас в самом начале всего лишь одна точка и нам нужно захватить, а у врагов уже их две, потому у них как бы преимущество, да? Давайте мы прыгнем в лодку. Все, поехали! Опаньки, так, наша задача сейчас добраться до аэродрома и там все захватить, чтобы мы могли контролировать два аэродрома. Один будет у нас на этом вот авианосце, да, а второй будет на земле, то есть мы будем управлять воздухом. Наши уже тут высадились на берег, то есть группа захвата пошла захватывать флаг. Я думаю, что мы сейчас проскочим и у нас все получится. Так, давайте будем смотреть, где находятся вообще враги. Ага, там летают два наших истребителя. Все нормально, кто-то на катере прям плывет к нашему авианосцу. Боты уже набрали 26 очей, а мы всего лишь 13. Но ничего, я думаю, что мы сейчас исправим это положение. Кстати, вот как выглядит аэродром. Там вообще прикольно, то есть не просто какие-то самолеты на траве стоят, да, а уже сразу видно, что база, есть ангары, также есть джипы. Сейчас я вам все покажу, если вы еще не видели, куда она поехала. Так, мы видим здесь, самолеты улетели. Сейчас флаг захватим. Кто уже стреляет? Кто? Вот, я вижу. Самолет полетел. Но дело в том, что мы сейчас захватим, и я сразу сяду на зенитку. Будут зенитки. Ого! Блин, вы посмотрите, какие они четкие. Сразу нас вырубили, но ничего страшного. Наши уже успели захватить одну точку. Я думаю, что мы сейчас постараемся на джипе быстренько пробраться, проехать туда. Мне бы, конечно, не помешало какое-то подкрепление, кто-то с моей команды. Потому что враги непредсказуемые и очень сильные. Так, где эта дорога? Никак не могу запомнить! Влетел! Ладно, давай вплавь пойдем. Поплыли! Давай, плыви! Это новый стиль, ребята. Новый стиль. Его нужно обязательно записать на Олимпийские игры, чтобы мы могли плавать. Видите? Это вольный стиль называется. Видите? Плывем, плывем. Наши побежали. Отлично. Мы сможем, кстати, здесь выбраться на берег или нет? Ну, давай. Я вижу здесь какой-то песочек. Может, у нас все и получится. Вылазь! Выходи! О, отлично! Красавчик! Выбрались. Новое оружие с климатическим прицелом. То есть, я думаю, что будет нам удобно постреливать с него. Кто по нам стреляет уже? Враг! Ему в коленную чашечку попал. Мне кажется, ему было больно. Так, побежали. Сейчас постараемся захватить аэродром. У врагов уже 118 ячей. У наших 55. Ну, реально кусючие такие боты получаются. Вы видели, как они легко нас ушатали возле флага, да? То есть, не получилось их убрать и захватить точку. Ну, может быть, у нас все и получится. Что у нас тут? Вон, боты! Уже боты! Втроем бегут. Дело в том, что здесь... Ого! Кто-то за зениткой сидит. Это если мы его убьем, чувака, то он может появиться там. Возле флага, да? Вырубили его. Надеюсь, что вырубили. Кто стреляет по нам? Давай. А, кстати, вот еще чуть-чуть осталось. Да, что вы тут... Как? Как? Ну, это нелогически. Как нас убили? Чувак появился уже. Дело... Я знаю, как здесь работает система, ребята, бота. Вот и объясняю. Дело в том, что боты... Вы только бежите здесь, уже все боты на карте знают, где вы находитесь. Просто знают. То есть, это легко. То есть, прописана программа. Они знают, как только вы появляетесь немножко... То есть, у них есть доступ по вам стрелять. Не важно, где вы находитесь. За рядышком, за 100 километров, можно сказать так. Они автоматически поворачиваются и начинают стрелять прям по вам, прям в точку. То есть, это боты здесь даже сильнее, чем обычные люди в той же батле. Да где угодно. Потому что человек может даже не знать, где ты там бежишь. А бот он уже знает. То есть, в принципе, наш персонаж в игре привязан программой к ботам. Потому им стоит всего лишь... Тебе стоит высунуться, да, из-за какого-то рельефа, чтобы бот уже, скажем, мог по тебе стрелять. И все. То есть, я бегу, уже все боты здесь на карте знают, где я нахожусь. Блин. Ну, хотелось бы как-то полегче, что ли. Давай мы сядем. Давайте, дружище. Поехали. То есть, я еду, они знают, где я еду. И как только у них будет возможность, то есть, я буду открытый, они уже сразу же начнут стрелять по мне. Вот я еду, они уже все знают, все в курсе. Ах вы. Давай на... Вот они. Проехали мимо, отлично. Чувак, чувак. Давай мы здесь респанемся. Как раз прикроемся внедорожником. Ай, внедорожник куда-то уехал. У нас же джипик с пулеметом. Давайте сразу слоумо нажмем. Давай, давай. Отлично. Смотри, он уже стреляет по нам. И поэтому тоже давайте добьем. Быстренько перезарядочка. Мы должны взять его. Что же мы, это уже в третий раз приходим сюда или в какой? Надо чуть-чуть отойти бы. Давайте, ребята, подходите. Вдвоем вот бегут. Помогите мне. Надо как бы, может, чуть-чуть отойти, да. Но надо было припарковаться прямо в центре. Встать тут или даже сбоку. И все было бы нормально. Так, давайте мы таким образом захватим флаг. И что у нас по точкам? Боты контролируют четыре точки, а мы всего лишь две. Они могут даже гранату сразу кинуть. Ого! Реально кинул гранату. Видели? Он появляется. Он уже знает, что я стою возле флага. Один автоматически бросает сразу. Что, на аптечку кинул, да? Меня глушило. Ребята, я жив. Меня глушило. Я контуженный. Вставай, давай. Вставай, что ты загораешь. Потихонечку, не спеша. Они себя же подорвали, походу. Давай, вставай, бери. Бери автомат в руки. Чувак, захватывай. Аэродром должен быть наш. Тут все лежат, отдыхают. Все нормально. Давайте, ребятки, подходите. Ай, вот он аптечку кинул. Сейчас мы подлечимся их же аптечкой. Ай, кто? Кто помнил? Сзади вышел. Откуда он вышел, ребята? Откуда он взялся вообще? Там никакой точки нету. Я в шоке. Они прямо возле ангара респанулись. А разве так возможно? Блин, ну это реально нереально. Слушайте. Это жесть какая-то. Ладно, сейчас мы попробуем другую тактику. Пока что я не знаю какую, но мне кажется... Надо дождаться, может, джипа, может, вместе с нашими побежать толпой. Потому что я сам лично ничего сделать не могу. Давайте посмотрим, куда наши ребята побегут. И постараемся целым отрядом уже напасть на какую-то точку и захватить все. Давайте, ребятки, я вас сопровождаю. Правда, по мне по-первыхому будут стрелять. Добиваем. Можно взять внедорожник. Вон джип, да. И мы как раз им прикроемся от врагов. Бежим. По ком они палят там, непонятно. Вдалеке. Вот бот уже начинает палить. Видели? Голова высунулась. А он уже знает где. Видите? То есть он уже знает где я. То есть только рельеф мешает ему стрелять изначально по нам. Блин. Ну вот это жесть, я вам скажу. Нет, ну здесь победить просто нереально. Я не знаю. Тут, мне кажется, шанс на победу в рулетке можно. Чаще в игре где-то выпадет тебе блэк джек. Либо джекпот, чем здесь у нас. Мы можем победить. Потому что реально, вы посмотрите, как боты мочат. Идите отсюда. Все. Не, ребята, у меня просто нервы сдают. Я почему-то с этими обновлениями вообще не могу в эту игру играть. Пишите в комментариях, у вас тоже такая же ситуация, как у меня. Или вы как-то по-другому играете. То есть у вас тоже боты постоянно побеждают. Или все-таки вы выигрываете. А если вы выигрываете, то какую тактику вы используете. Как вы играете. На чем вы играете. На кораблях, на самолетах. Или вот пешкодралом, как я здесь бегаю по карте. Обязательно напишите ваш комментарий под этим роликом. С вами был Воблер. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok